Еще раз приветствую всех, кто сегодня с нами. И сегодня мы с вами поговорим о заданиях, упражнениях, играх, которые являются неотъемлемой частью инструментария любого учителя, любого преподавателя, без которых мы просто уже не можем обойтись не только при проведении практических занятий, но и даже при проведении лекционных, при объяснении, подаче новой темы, все равно мы какие-то активности, интерактивности включаем в учебный процесс. И сегодня мы, конечно, тема огромная, тема просто неподъемная для одного часа вебинара, поэтому сегодня мы рассмотрим, остановимся на трех вопросах. Но три вопроса, без которых, как мне кажется, и по собственному опыту просто никуда. самое начало, да, где взять идеи, где взять задания, упражнения, игры под те цели, задачи, которые у меня стоят, или вообще где найти что-либо интересного. Вот я вам сегодня покажу такой небольшой обзор, колондайка таких заданий, игр и упражнений, которые сама нашла аж в 2000, дай бог памяти, пятом, наверное, в году, и которым с удовольствием и с пользой для дела применяю и использую до сих пор. Действительно неиссякаемый источник. Второй вопрос, который мы рассмотрим, это способы генерации новых идей, которые необходимы и просто не обойтись нам без этого, когда мы разрабатываем свои авторские задания, игры, упражнения. И даже если мы что-то берем из готовых источников, каким бы это колондайком не было, все равно нам приходится их, как говорят тренеры, кастомизировать, адаптировать, приспосабливать под свои возможности, ограничения, цели, задачи и так далее. Но есть способы, которые позволяют нам это сделать гораздо быстрее и с наименьшими затратами усилий. Вот эти 13 способов я вам покажу. И на них остановимся. И третий момент – это то, что мы можем позаимствовать из опыта тренерской деятельности. Классификация тренерских технологий, моделей и группы, виды заданий, игр, которые относятся к этим моделям, вот эту классификацию сегодня тоже разберем. Это то, что необходимо для того, чтобы приобрести вот эту гибкость и вариативность. Из одного упражнения, из одной идеи можно сделать массу разных совершенно игр, заданий, упражнений. То, что нам необходимо. На одном и том же материале, при одних и тех же, например, игровой среде, не сильно ее изменяя, при материалах и оборудовании, не сильно меняя их или вообще даже не меняя, можно вот за счет знания вот этих моделей, можно вот такую вариативность всегда применять. Это особенно важно бывает, когда мы проводим, есть у нас заготовки, есть игры, есть задания, мы начинаем их проводить. В одной группе прошло, ну вот я со студентами или с колледжем в основном работаю, например, в одной группе студентов это прошло на ура, а в другой группе не идет. Или времени осталось меньше, чем было запланировано на эту игру. Она рассчитана на 40 минут, а ребята не совсем быстро усваивали теорию, приходилось несколько раз останавливаться, возвращаться. И времени осталось 15-20 минут. Мы уже не сможем эту большую игру провести вот с тем качеством и с тем эффектом, который подразумевался вначале. Значит, ее надо как-то изменить, ее надо кастомизировать, поменять формат. И вот знание вот этих моделей и видов заданий и игр, которые входят в эти модели, оно позволяет очень быстро сориентироваться заранее, во-первых, продумать возможные вариации, и во-вторых, даже если спонтанно приходится быстро по месту ориентироваться, быстро это сделать, без потери качества, без потери эффекта. Но для этого эти модели нужно представлять, нужно знать и эти виды тоже разных игр и заданий. Вот сегодня наши три вопроса, они вот в этой плоскости и будут лежать, потому что охватить все это просто невозможно и невероятно. Ну, начнем мы с самого, наверное, главного, первого вопроса. Где брать идеи для разработки собственных заданий, игр, упражнений, а еще лучше, где взять уже готовые игры, кейсы, истории, простой ритейлинг, тоже сегодня такой колондайк я вам покажу. Ну, вот тот самый колондайк, о котором я вам говорила, который может явиться таким источником собственных новых идей. Это книги Клауса Фопеля. Вообще прекрасный специалист в своей области, психолог, психотерапевт. Да, он писал многие книги с учетом, с расчетом на психологов и ведение психологических групп, но многое из того, что там изложено, мы можем применять и в образовательном процессе, и в своей учебной деятельности. И не только в оффлайн-формате, но и для онлайн-формата тоже это применимо в качестве идеи. Первая книга, о которой я хочу вам рассказать, это книга про технологию ведения тренинга, теории и практики. Все его книги – это практические пособия. Теория здесь есть, но ровно в том количестве, в котором она необходима для того, чтобы применять и использовать на практике предлагаемые игры и упражнения. И в каждой книге у него идет огромное количество игр, заданий с подробным описанием, подробными инструкциями. И вот здесь он как раз представляет, дает анализ всех наиболее важных моментов групповой работы, а работая с учащимися, со студентами, все равно у нас идет групповая работа. Можно сказать, что мы ведущие группы, тренеры в какой-то степени. И помимо конкретных рекомендаций, здесь еще он дает теоретические основы групповой работы. Есть анализ индивидуальной и групповой психодинамики, что очень важно для того, чтобы понимать, что происходит сейчас с группой. Функциональная модель ведения группы, как это лучше делать, основные направления развития группы, то есть все важные моменты, они в этой книге присутствуются. И в то же время он рассматривает и практические вопросы, какие навыки знания личностной установки необходимы для того, чтобы быть ведущим группы. В то же время и какие этапы проходит группа в своем развитии, тоже важно знать, почему сейчас вдруг пошло сопротивление. А если мы знаем эти этапы и понимаем, что мы сейчас как раз находимся на этом этапе, у нас уже паники не возникнет. И мы более спокойно будем уже понимать, какие задания, какие игры можно здесь применить или как выйти из этой ситуации. Кстати, про сложные ситуации у него тоже есть отдельные книги, и я их вам тоже сегодня покажу. И что делать в случае возникновения затруднений? Тоже здесь есть. И содержится огромное количество описания конкретных интерактивных игр. Что он подразумевает под понятием интерактивная игра? Это то, что мы называем ролевая игра, моделирующая или структурирующая упражнения. Она объясняет, почему термины интерактивная игра здесь больше подходят. И вот на это все у него здесь огромный набор таких игр есть. И мало того, он еще и классификацию приводит этих игр по различным основаниям. От количества участников, от средств общения, от степени структурированности игры, от цели, от степени взаимодействия и так далее. То есть можно уже здесь что-то для себя подобрать. И мало того, что он приводит уже готовые практически вот такие интерактивные игры здесь, он дает еще описание и определенные рекомендации по их проведению. Когда, в каких ситуациях. Естественно, с таймингом все это здесь есть в этой книге. Очень хорошая книга. Обратите на нее внимание. Просто настоящий клондайк. Второй клондайк. Да, кстати, все книги Фопеля, они есть в разных вариациях. В интернет-магазинах можно приобрести. Что-то на Озоне есть очень много, я его видела, книг. На Литресе есть, в Лабиринте были. И в электронных библиотечных системах, в электронных библиотеках тоже, смотрите, в библиорусике, например, у него практически все книги, вот здесь представленных, они есть в доступе для онлайн-чтения. Посмотрите по другим ЭБС, они тоже могут быть. Поэтому найти в интернете их можно. И вторая книга. Это уже про стори-теллинг. Вот кого интересует стори-теллинг, прям берите себе на заметку. Это то, что надо. Сочинение и рассказывание историй – важный элемент, который мы используем и применяем. И здесь упражнения, которые в этой книге есть, они помогут сделать работу более глубокую, группу более сплоченной. И научиться, не только научиться самим составлять историю. А у него очень много, опять же, все подается через игровую форму. Приводятся примеры этих различных стори-теллингов. Они разбиты по главам. Каждая глава – это определенная тема. Поэтому всегда можно выбрать то, что вам нужно. И самое главное, он показывает на этих примерах процесс создания историй. И не только ведущему или преподавателю научиться создавать вот этот стори-теллинг, использовать этот стори-теллинг, но и как писать совместные истории вместе с группой. Вот здесь очень здорово и классно у него представлено, изложено. И прямо есть уже готовые истории, готовые сценарии. Можно брать и применять. Очень интересно. Из этой книги сама применяю. И со студентами мы это пробовали. Такие стори-теллинги. Глава – истории с прорехами. Очень интересные задания для тренировки собственной фантазии. Можно давать и как домашние задания, как домашние, например, упражнения или индивидуальные. Помимо есть определенный сценарий, но, естественно, его можно и поменять. Определенная история приводится. Конечно, мы ее можем и заменить на ту, которая ближе, например, к нашему предмету. Мы ее заменяли. Когда брали такую историю из этой книги, мы ее заменяли на ту, которая соотносится с нашей дисциплиной тайм-менеджмента. Например, там у нас были истории про время. Но приводятся очень подробные инструкции, как это делать. Приводятся вопросы для обсуждения. После того, как мы написали историю, ее же надо как-то презентовать или что-то с ней сделать дальше, представить. Вот вопросы для написания истории – это тоже очень важный момент. Он их тоже дает для сочинения. И вот эта глава «История с прорехами» – это помогает научиться нам превращать в увлекательный рассказ абсолютно любую историю, любую информацию, любое сообщение, которое, может быть, слишком сухое или слишком официальное, превратить его в такой увлекательный рассказ. Вот здесь это здорово можно научиться делать. И еще одна глава, которая есть в этой книге, называется «Спонтанный рассказ». Времени дается 60 секунд. И вот одна из историй, которую мы использовали со студентами из этой главы – «Рассказ за 60 секунд», где есть рассказчик и генератор элементов истории. Есть два участника, такой генератор идей. Рассказчик готовит свою историю, то есть у него есть планы, ему дается минута на то, чтобы подготовиться, и минута на то, чтобы ее рассказать. Время можно варьировать. Вы уже здесь сами можете с таймингом поиграть, в зависимости от того, какую цель вы перед собой поставите. Мы давали, немножко увеличивали. Мы эту игру несколько раз проводили. Начинали в 60 секунд, потом на подготовку увеличивали время рассказа и на выступление. Таким образом, мы готовились к защите своих курсовых работ. Вот с колледжем мы в эту игрушку играли, в эти истории. Было у нас несколько таких итераций в течение семестра. И постепенно вот этот подход, он поменяет вот это задание. Оно позволяет подготовиться к защите, во-первых, быстро излагать свои мысли, а во-вторых, наличие вот этого второго генератора идей, он такой немножко провокатор. Когда рассказчик начинает рассказывать свою историю, генератор идей у нас, например, начинал задавать ему, не задавать вопросы, а подкидывать различные слова, либо коротенькие вопросы задавал. Вводил как бы новые элементы истории. И рассказчик должен был либо ответить на этот вопрос, но при этом не потерять нить своего рассуждения, либо включить его в свое повествование, если ему генератор подкидывал, например, какое-то слово. Говорил кошка. А кошка тут вообще ни к селу, ни к городу. У рассказчика совсем другой рассказ. Но он должен был как-то быстро сориентироваться и обыграть эту кошку, включив ее в свой рассказ, но при этом не потеряв вот самой сути, которая была заложена изначально. Вот такая тренировка гибкости и спонтанности в рассказывании истории, она очень здорово помогает. Во-первых, на защите курсовых работ могут задать совершенно неожиданный вопрос члены аттестационной комиссии. И вот чтобы не растеряться и быть готовым ответить на вопрос, при этом не потерять суть своего выступления, вот как раз такая тренировка у нас очень хорошо с ребятами и прошла. Ну вот посмотрите, просто там очень много историй, даже в этой главе можно... Да, при подготовке до публичных выступлений или презентации тоже очень здорово вот эта техника работает. Внезапный вопрос из зала, который может выбить из колеи, чтобы этого не происходило. То есть, опять же, исходя из своих целей и задач, мы можем вот эту, одну и ту же историю, один и тот же сценарий, одно и то же описание, инструкцию кастомизировать, адаптировать под свои цели и задачи. Еще одна книга про создание команды. Вот она будет полезна, если вы планируете, например, проектную работу, командную проектную работу, чтобы действительно создать команды для последующей работы, реализации какого-то проекта. Посмотрите, здесь тоже очень много всего полезного, психологических игр и упражнений, которые направлены на обучение, сотрудничество и кооперацию. И здесь уже в аннотации он сам пишет, что вот эти процедуры, они применимы не только для работы в психологических группах, но и в школах, в организациях, в различных тренингах, естественно, и так далее. Тоже разделены по различным главам все эти игры и задания. Их более 140. Вот 140 игр можно здесь найти, по 9 главам они распределены. От начальной стадии работы группы, от знакомства до творческого решения проблем, как помогать другим и принимать помощь, не стесняться это делать, мобилизация энергии группы, развитие навыков кооперации, сосредоточение и концентрация – это вот все отдельные главы, на которые здесь можно найти большое количество упражнений. Обратите внимание, это очень такая хорошая книга именно для организации команды. И если, конечно, мы не позаботимся о том, чтобы на уроках находилось время для шуток и расслабления, то ученики сами создают свою особую карнавальную культуру, которая в некоторых случаях может быть деструктивной. Вот это уже цитата из следующей книги Клауса Фобеля. Мне очень понравилось про карнавальную культуру, не знаю, как вам. Чтобы она не была деструктивной. Как снимать напряжение во время занятий, немножко расслабиться, но в то же время, чтобы это не было непонятно каким, не привязанным к теме урока или лекции, просто прыгание по стульям, надувание шариков, непонятно, зачем мы это делали. Ну, если только разве что побегать и попрыгать. Нет. Каждая вот такая разминка, книга называется «Энергия паузы». Паузы мы делаем между различными заданиями, теоретическим материалом при переходе от теории к большому заданию или наоборот. Вот такие небольшие, короткие разминки, они необходимы. И хорошо, если они еще привязаны к теме нашего урока или нашего занятия. Вот как раз здесь и можно найти, подобрать, может быть, что-то слегка адаптировав под себя, такие коротенькие упражнения. Все они рассчитаны на 5-10 минут проведения, не более, они действительно очень короткие. И это все проверенные на практике игры из арсенала самого Клауса Фопеля. То есть то, что проводил, то и описал. И поэтому их можно сразу брать на вооружение. Работают, очень хорошо работают. Очень много для таких разминок из этой книги сама берут для проведения со студентами. Здесь огромное количество, тоже около 150 различных игр. И при этом есть, они снабжены, каждая из них снабжена комментариями для ведущего, где указывается, что является учебной целью данной игры, какую роль она может выполнять в процессе обучения. Приводятся разные варианты игры и краткие описания, в каких случаях эти варианты могут быть использованы. Причем все инструкции к проведению игры приведены буквально дословно. То есть бери и делай. Здесь есть ледоколы или такие энерджайзеры. Есть то, что используем в самом начале для того, чтобы создать комфортную обстановку, но растопить такой лед. Если приходит, например, первый курс, первое занятие, они еще не хорошо с собой знакомы. И вот здесь как раз вот такой вот для сплочения ледокол используется. Ну, естественно, его можно применять не только в начале. Такие энерджайзеры для поднятия активности, стимулирования активности участников группы можно применять и в середине занятия, в любом месте. Очень много игр для таких пауз. Между, например, двумя квантами теоретического материала небольшая такая разгрузочная игра. Отдельно, прямо по главам приведены сгруппированные игры для мозга, для чувств, для голоса, для тренировки голоса. Ну, у кого связано с голосом, с чтением, с литературой, тоже, наверное, будет полезно. Все инструкции к играм тоже приводятся дословно. Движения, игровые ситуации и магия ритуалов. Приветствия и завершения. Еще один момент, еще одна книга полезная. Это «Барьеры, блокады и кризисы в работе группы». Тоже сборник упражнений. Что делать, если у нас возникают сложные ситуации. И последнее, так, последнее, с ней связана еще сплоченность и толерантность. Это психологические игры и упражнения именно для командной работы. Если у вас идет командная работа, если у вас идет проектная работа, и необходима выработка этих качеств. Ну, и последнее, это для взрослых. Психологические принципы, обучение взрослых и проведение семинаров, мастер-классов и воркшопов. Более двух сотен различных игр и упражнений. Как их использовать, как применять, все это можно найти тоже здесь. Но это рассчитано уже на более взрослую аудиторию. Анна, как раз первая часть у нас и посвящена тому, что мы, я вам даю, как я говорила, три вопроса. Сначала я вам даю те клондайки, игр, задач, задания и упражнения, которые можно использовать в своей работе. Это откуда брать идеи. Во второй части, в которой мы сейчас с вами переходим, мы уже познакомимся с теми способами, о том, как генерировать эти идеи, как их превратить в свои творческие, авторские разработки. И 13 методов я вам расскажу, что можно использовать для того, чтобы придумать. И третий момент, мы уже с вами посмотрим те модели, игры, упражнения, на которые их можно разделить. Да, и еще один вариант я хотела вам показать. Еще одна... Еще одна конница сайта. Здесь собраны 25 наиболее популярных идей для разработки собственных игр. Да, вот их туда собрали. Ссылку я вам в чат кинула, можно ее посмотреть здесь. Там 25 наиболее популярных сценариев, которые подходят для разработки как оффлайновых, так и онлайновых игр. Можно их брать оттуда. Ссылку из чата забирайте. И следующий момент, к которому мы переходим. Второй уже. Ну, вот, собственно говоря, и все. Конечно, есть еще большое количество различных сайтов, можно брать, откуда можно брать идеи для своих игр и заданий и упражнений. Но, как правило, они в основном повторяют то, что есть вот в этих книгах во многом. Поэтому я вам такие первоисточники и даю. И второй вопрос, к которому мы сейчас и переходим плавно. Где брать идеи, мы с вами посмотрели. А вот как генерировать новые идеи, как придумывать новые задания и упражнения, это уже наш второй следующий вопрос. Ну, как говорил Стив Джобс, творчество – это всего лишь соединение вещей, увиденных ранее. Ну, можно спорить, можно не спорить. Но, когда вы спрашиваете творческих людей, как говорит он дальше, как они придумали свой продукт, они начинают чувствовать себя немножко неловко, так как они этого не придумывали в прямом смысле слова, а просто собирали из того, что видели. Вот мы сейчас посмотрели, откуда можно собирать, а вот как натренировать собственный навык креатива, который нам важен при придумывании игр. Ведь здесь важно не столько талант, сколько навык. А навык можно и нужно тренировать. Вот для этого существует 13 способов, которые я вам тоже даю. Давайте я вам эту презентацию тоже открою для скачивания. Все, можно забирать. 13 способов, которые можно использовать для того, чтобы придумать что-то новое. Ну, как и говорил Стив Джобс, умение собрать – это великий навык. Вот первый способ, наблюдатель мира, он как раз и направлен на тренировку этого навыка. Часто новое – это просто необычная комбинация уже существующих элементов, просто по-другому организованных. И умение соединить вот эти, объединить и соединить разные вещи – это важное качество для рождения новой игры. Чтобы соединить и объединить, надо сначала научиться их замечать. Поэтому здесь важный элемент – это наблюдение. Наблюдение за миром вокруг, особенно за теми мелочами, которые мы в своей жизни упускаем. Каждый раз, когда вы встречаете что-то необычное, какую-то интересную информацию, явление, факт, фотографию и что-то другое, всегда задайте себе вопрос, могу ли я это использовать при создании игры. Может ли мне это пригодиться? Где-то для задания, для упражнений. Практикуйте наблюдательность и записывайте все свои наблюдения, все мысли, даже если пока еще не знаю где, но чувствую, что из этого может вырасти игра. Например, попалось мне сообщение о том, как в свое время на чемпионате мира по шахматам в Ханты-Мансийске два китайских спортсмена, которые претендовали на золото, лишились победы. Просто потому, что они опоздали на один из матчей турнира. А турнир проводился несколько дней и, естественно, делались перерывы. По 6-7 часов у них шли соревнования. Они, конечно, делались перерывы. И вот с одного из перерывов они опоздали буквально на полторы минуты. Но им уже засчитали никаких поблажек, засчитали техническое поражение. Они были дисквалифицированы и сняты с соревнований. Вот, казалось бы, просто информационный кусочек. Просто информация, новость в новостной ленте одного из сайтов. Но из этого у нас получилась замечательная игра. Мы ее трансформировали. Составили вопросы, придумали ситуацию. Немножко ее, используя элементы стори-теллинга, немножко более красиво подали. И вышли на уже полноценное задание. Почти была игра. Мы придумывали, а как, что можно было и нужно сделать организаторам, чтобы это не повторилось. Как можно было избежать этой проблемы и как не потерять свою победу. И как раз она очень хорошо вписалась в тему хронометража, в контроль и учет расходов времени. И вот здесь она очень хорошо заменила собой небольшой кусочек теории. То есть не я им рассказывала, а через игру мы приходили к определенным выводам. Вторая ситуация – вдохновение от мира. Фильмы, книги, музыка, совершенно иные среды, где можно черпать вдохновение. То, что вам понравилось, сразу задавайте себе вопрос, чем это вас зацепило. Что здесь есть такого, что удерживает ваше внимание и заставляет дочитать, досмотреть до конца. Любые элементы, сюжеты, целиком или части из них могут стать основой для вашей игры. И особенно обращайте внимание на документальные фильмы, передачи. Там тоже содержится огромное количество информации, которую можно превратить в игру. Такая вот информация, как источник вдохновения. Обзоры, новости, документальные фильмы, телевизионные фильмы и так далее. Один сюжет я вам тоже даю, потом посмотрите, возьмите ссылку. Очень интересный, необычный сюжет «Черная дыра в офисе». Захватывает такой микрофильм без слов, но вот как необычно выстроен сюжет. Насколько он может захватить. Вот эту необычность, она цепляет. Посмотрите, тоже будет очень интересно и полезно. Третий способ системы захвата идей и удержания – это простая вещь. Создавайте свою творческую картотеку. Книжка, блокнот, любой носитель информации, где можно не только удобно записывать, но и сортировать, и группировать идеи. Можно использовать интерактивные доски. Подлет или Мира тоже хорошо для этого подходит. Ну и такое место творческого идейного хаоса. Записывайте все, что вам попадается. Картирование идей – это способ, который пришел от разработчиков онлайн-игр. Они им часто используют. Центральный образ – это карта. Вот mind maps, интеллект карты. Центральный образ – это тип потенциальной игры. А веточки и топики, отходящие от центрального образа, это различная тема, персонаж, эффект, какая механика будет применяться, какой интерфейс, материалы, оборудование и другие детали игры. То есть то, что прописывается обычно при создании игры в текстовом формате, представляете еще и в виде карты. Это позволяет более точно увидеть, какие элементы карты могут поддерживать друг друга, а какие могут начать противоречить друг другу. Ограничения возможностей свои тоже сюда выносите. Потому что это важно. Если у нас нет возможности, мы ограничены в возможностях создания игрового пространства, игровой зоны, то это, конечно, будет влиять и на то, сможем ли мы эту игру применить или нет. Ну и, соответственно, пятое – исследуйте игровое пространство, играйте сами как можно больше в разные игры, онлайн, офлайн, с детской непосредственностью, задором. Обращайте внимание на то, от чего вы получаете удовольствие, что не совсем удобно или неудобно. Но сначала включайтесь в роли игрока. То есть действительно самозабвенно, как ребенок, поиграйте. Если увлекает, вот тогда включаем аналитику, уже начинаем оценивать, что хорошо, что не очень, что-то берем на заметку, что-то стараемся не повторять. Моделирование улучшений. Вот это как раз к нашему третьему вопросу про модели и виды различных заданий и игр. Берем то, что есть, и то, что работает. Берем идею, концепцию, ну и по принципу разделяй и властвуй, ищем новые способы, как можно улучшить то, что мы уже взяли в качестве модели. Модель можно изменять, добавлять что-то, убирать, адаптировать, комбинировать с другими элементами. И в результате вы можете получить совершенно новую игру. Такая уникальная авторская разработка. Метод Scamper. Интересный метод, благодаря которому в свое время была создана игра, ставшая хитом Color Switch, которая очень быстро набрала более 200, наверное, миллионов загрузок. Автор игры Дэвид Райхельт. И когда его спросили, как он придумал идею для своей игры, он представил метод Scamper или быстрый бег. Буквально быстро пробежаться по списку вопросов, чтобы понять, как менять свою идею, пока она не заработает на 100 вопросов. Это, по сути, набор из семи приемов, которые можно использовать как в комплексе, так и по отдельности. Можно несколько приемов использовать, можно брать какой-то один и концентрироваться только на нем. Ну, это вот такая серия определенных вопросов, которые стимулируют генерацию новых идей. Методика креативности. Этот метод я вам на слайде, он у нас, по-моему, есть. Да, вот он есть. Вот они, эти вопросы, что можно сделать. И по названию аббревиатура по первым буквам первых слов этих вопросов. Следующий метод, который можно использовать, выбор категории игры. Жанр или категория, вид игры, поиск, изучение имеющихся игр аналогичной категории. То есть, если нам нужен, например, амнибус, я знаю, что вот здесь у меня для отработки навыков в теме планирования должна быть игра амнибусов, в которой заняты все участники, фокусируясь, используя этот метод, только на играх амнибусах. Я не смотрю другие категории, не смотрю разминки, подводки и прочее. Только игры амнибусы. Если уже здесь мне ничего не подошло, тогда я уже перехожу к другим категориям. Но понимаю, что мне придется их значительно менять. Следующий вариант, следующий метод, пляшем от задачи или от печки. Сдаем себе вопросы. Что мы хотим этой игрой? Какую задачу или цель мы поставили? Нужно ли нам снять напряжение в начале или в середине работы группы? Тогда мы смотрим разминки. Вот, кстати, с предыдущим методом тоже очень хорошо сочетается. Либо мы ищем такую подводку игровую, переход к другой теме или к другому вопросу в виде игры. Или же нам нужна игра на формирование, отработку определенных навыков. Каких навыков, какая здесь игра нужна. И в соответствии с этим мы уже переходим вот эти два метода. Восьмой и девятый можно сочетать. Десятый метод от героя. Иногда выбор главного героя значительно может облегчить задачу разработки самой игры. Кто будет? Сначала выбираем героя. Кто это будет? Человек, объект, животное, какое-то место, что? И дальше помещаем его в разные сценарии. Как бы повел себя герой, что бы с ним случилось, если он окажется в такой ситуации или в такой ситуации. Как он будет взаимодействовать, реагировать. И самое главное – это описать своего героя как можно подробнее. Это подскажет идею уже игры. Вот так у нас родилась игра в теме «Контекстные задачи». Игра «Остров Робинзона». Когда начали описывать героя, пока мы еще не знали, кто это будет, просто стали описывать ситуацию и главного героя, кто он, в какую ситуацию он оказался. И когда мы почитали свое описание, мы говорим, «Батюшки, да это же Робинзон». Действительно, полная неопределенность, постоянно изменяющиеся условия. Вот она, идея для игры. И вот так родилась у нас от героя, от его описания, идея проведения такой игры амнибуса «Остров Робинзон». Но мы отказались от идеи такой игры сюр, то есть у нас участники играли сами себя, но попавшими в такую ситуацию, как Робинзон. Поэтому у нас был такой реалистичный сюр, реалистичный амнибус, а не сюр. И игра родилась действительно из описания главного героя. Очень действенный метод, очень быстро удалось найти вариант. И метод перезагрузки или переключения. Легко вздохнуться, если идти без передышки. Перерывы должны быть. Можно использовать такой метод будильника. Концентрация и штурм на поиски, разработки игры в течение небольшого времени. И после этого небольшой перерыв, переключение на другие задачи. Когда мы выбрасываем все из головы, забываем об этой игре и через некоторое время возвращаемся. вот это помогает к работе. Вот это помогает такие короткие переключения, помогает расслабиться, избежать перегорания, во-первых. А во-вторых, это дает свежий взгляд на идеи. Когда мы отвлекаемся от какой-то интеллектуальной задачи, которой мы заняты, а разработка игры – это интеллектуальная задача, и если мы возвращаемся потом, очень трудно попасть в ту же колею. Все равно мы как-то уже по-другому смотрим на то, что мы сделали раньше. Вот это необходимо делать при разработке. Иногда свежий взгляд нам нужен. И вот этот метод очень хорошо работает. Долгое откладывание или прерванное действие – это такой метод долгого привала, похож на первый, но время гораздо больше. Это, знаете, такой способ бегущей строки на заднем плане. Лучшие идеи приходят на ходу или во время физической деятельности. Поэтому сначала очень хорошо этот способ работает с принципом творческой линии или методом удава. Сначала загружаем под завязку информации свою голову, а потом на отдых переваривать. Лучше всего заняться какой-то физической деятельностью, либо просто пойти погулять. Но с собой иметь всегда под рукой какой-то носитель информации, потому что идеи приходят моментально. Вот этот способ действительно очень здорово работает. Причем уже во время отдыха внутренняя работа, обработка информации, она идет и выдает какие-то новые, свежие идеи. И самое главное вот здесь иметь возможность это все зафиксировать. И тринадцатый метод – метод от ограничений. Здесь мы в первую очередь первым критерием для поиска и отбора игр являются наши возможности, которыми мы обладаем. Те ресурсы, которые у нас есть. Особенно если эти ресурсы ограничены. Ограничения рождают уникальность. И вот это действие в условиях ограниченного времени или ресурсов заставляет в полную силу работать наш мозг. Например, ограничение временем. Мы выбираем те игры, те концепции, те модели, которые вписываются в имеющиеся ограничения по таймингу. Но для этого нужно сначала сделать сценарий своего занятия и посмотреть, сколько времени на какую игру мы можем отвести. и это позволяет избежать такой блокировки креативности. Мы не хватаемся за все подряд, а выбираем уже то, что позволяет нам оставаться в рамках реальности наши ограничения. Превращаем их в преимущество. Какие-то игры мы можем и адаптировать под имеющиеся ограничения. Про метод скампер и как работают эти методы подробнее, если будет интересно, мы тогда можем провести отдельный вебинар, уже отдельно разобрать на примерах и со всем прочим. Но вот эту презентацию можно, как напоминал, не е, как шпаргалку можно скачать. Естественно, все эти методы можно комбинировать, все эти методы можно между собой сочетать, выбирать, они вполне очень даже хорошо комбинируются и создать вот такую свою собственную систему, которая позволит быстро находить решения, быстро придумывать новые методы. Ну и несколько полезных ссылок я вам в чат сейчас скину, тоже их забирайте. это по творческим методам, по различным ассоциациям, матрица идей очень интересная вещь, и задачи из ТРИС. Вот метод скампера, он как раз и основан на применении элементов ТРИС для того, чтобы создать что-то новое. Ну вот полезные ссылки я вам тоже в чат сейчас дала, тоже кинула. и возвращаемся к нашему третьему вопросу. Два вопроса мы уже рассмотрели. Где брать идеи? Какие есть методы, чтобы создавать что-то новое? Что можно применять для того, чтобы сгенерировать новое? И наконец модели. Какие модели можно использовать? Вот такая совершенно простая классификация. Их на самом деле очень много. Это классификация по материалам Елены Сидоренко. тренинги, книги, статьи. Вот я оттуда взяла и немножко трансформировав под себя вот эту классификацию сделала, которой тоже пользуюсь не первый год. Вот основные модели, которые в ней представлены. Модели Ракушка, Амнибус, Команда. Так, сейчас вот возьму наконец-то указку. Ракушка, Амнибус, Команда, триады, пары и индивидуальная работа. В зависимости от того, в каком месте нашего занятия мы планируем провести какую-то активность, мы можем ориентироваться на эти модели. Например, в начале работы, пока группа еще не раскачалась, не разработала себе вот такой, не достигла такого пика активности, скажем, немножко еще, как говорят, ну, 8.30 группа спортивного менеджмента у меня пришла очень, например, вареная на занятия. И надо было как-то их немножко подвести, а у нас целая игра впереди предстояла, как-то к этой игре подвести, иначе они будут сонные. И вот здесь мы начинали уже снизу идти. Сначала индивидуальная работа, небольшое задание, потом в парах, а потом мы уже, нам этого было достаточно, тут мы немножко развеселились, и дальше мы уже перешли спокойно к амнигусу. В промежутке между этими активностями у нас были небольшие кванты по 10-15 минут теоретического материала. И часть теоретического материала у нас была в виде таких заданий и упражнений. И немножко когда уже расшевелились, что называется, мы перешли к амнигусу. Одно из заданий у нас было в виде такой разминки, когда задействовали еще и движения. То есть нужно было писать, нужно было выполнять проект, на все отводится 5 минут, и каждые полторы минуты нужно было вставать и выполнять некое действие. Ну и вот немножко физически тоже подошли, набрали тонус, подошли в хорошем настроении и состоянии к такой командной игре. И пройдемся по этим моделям. Модель ракушка. Какие здесь есть подвиды? Модель ракушка это взаимодействие одного со всеми одновременно. Ну чаще всего здесь задача одна сфокусировать внимание группы на каком-то объекте, на слайде презентации, на той информации, которая подается, придать единое направление мыслей, взглядов, чувств и действий. Какие здесь виды могут быть? Глашатой. Слушайте все, не говорите, что вы не слышали. Вот это чаще всего информирование, изложение материала, как раз мини-лекция и может идти в формат такого глашатая. Следующий вид это командир. Командир это не делай как положено, как я сказал, а делай как я. Это моделирование, это демонстрация чаще всего ведущим техник нужной реакции, нужного поведения, как надо. Вот я показываю как надо, как это необходимо сделать правильно, а теперь вот потом делать. Вот этот элемент это тоже может быть игровой элемент, который относится к модели ракушка. Еще один вариант театра одного актера, когда ведущий, преподаватель или тренер сам играет разные роли и взаимодействует с группой из этих ролей, которые он играет. При этом активизируются реакции или допустим отработка каких-то техник, ну вот я какие-то роли беру на себя. Когда это может быть ведущий, это может быть кто-то из участников, например, если он хорошо может сыграть какую-то роль. Ключевое значение здесь играем роль. Например, есть у нас такое задание, такая игра, которую мы проходим, когда изучаем техники отказа. Как отказать, как сказать нет, какие есть стратегии, какие есть модели, которыми мы чаще всего пользуемся, когда мы отказываем. и вот с этими моделями не сразу им выдаю их на слайд, а сначала мы отыгрываем ситуацию. И там пробовала сначала давать это в командном формате и в парах, в тройках, по-разному пробовали, но все-таки остановилась на этой модели театра одного актера. Почему? Один обращается с просьбой, суть этой игры, другой должен ему отказать. Причем ситуации написаны на листочках и тот, кто обращается, он играет определенную роль, а вот тот, кто должен отказать, он должен применить все свои умения, чтобы отказать, но при этом постараться не испортить отношения с этим человеком. И ситуации написаны таким образом, что вот нельзя здесь никак отказать, но надо. И когда студенты обе роли брали на себя, потом, честно говоря, особенно в группах колледжа, очень трудно было их успокоить. Они действительно входили очень сильно в роль, и там доходило иногда до конфликтов. Они начинали не просто играть роль, а действовать от себя. И я все-таки убрала эту вещь, потому что в психологических тренингах после таких ролевых игр, особенно которые имеют такой небольшой элемент, который может выйти на конфликт, есть такая практика снятия ролей. После игры с каждого участника снимаются роли. Я-то знаю, как это делать и могу это сделать, например, снять роли себя, но со студентами, когда их 40, 30 или 50 человек в аудитории, это достаточно сложно сделать. Поэтому я использую такой театр одного актера. Они обращаются ко мне с просьбой, они должны продавить, как говорят менеджеры иногда продажам продавить клиента до согласия, а моя задача отказать. Я им стараюсь отказывать. С одной стороны, это и метод командира, то есть какую-то технику, какую-то модель я им демонстрирую, а с другой стороны, я беру на себя роль. Потому что иногда возникают действительно агрессивные какие-то начинают идти высказывания. Ну, конечно, не в мой адрес, а в адрес героя, я-то это понимаю, но лучше такие вещи использовать вот эту методику, вот этот вид ракушки. Сухой остаток. Обязательная вещь, резюмирование, которое делается после каждой игры или после каждого задания. Особенно если мы даем задание, не иногда проблематизируя какой-то аспект, и в самом начале может возникнуть вопрос, а зачем мы это делаем? А в конце уже, когда идет резюмирование, ах, вот это что было, вот оказывается мы вот этой простой игрой принцессы, драконы и самурая, оказывается, мы вот чего отработали. Здесь делается вывод, фиксирование полученных данных может даваться какой-то алгоритм действий, делается обобщение с помощью метафор или нет, и его может делать либо сам ведущий, либо мы это делаем совместно с группой. Вот, например, в предыдущем примере, который я вам рассказывала, про методы способы отказов, мы вот этот сухой остаток подводили все вместе. А как, вот был у нас такой способ, как его можно назвать? Мы его формулировали своими словами, а потом открывали уже слайд с готовыми моделями и смотрели, что мы применили, что мы не применяли, насколько наши названия похожи на те, которые были даны, и в паре случаев мы даже поменяли на наши названия, потому что они были более интересные, чем те, которые существовали до сих пор. И стори-теллинг. История, случаи жизни, личный опыт, экспериментальные данные, статистика, практика, все это попадает сюда. Про историю-теллинг еще раз напоминаю, из книги историю-теллинг мы можем написать и рассказать историю сами, а может быть это и совместная групповая работа, когда мы придумываем историю, может быть, по тому заданию или упражнению, которое мы делаем до сих пор, это тоже может быть вот такое сочетание сухого остатка в виде истории-теллинга, истории, которую мы пишем в группы. Как это делать? В книге Клауса Фопеля посмотрите, там можно найти такой пример. Ну и пять моделей ракушки, еще раз их вам здесь привожу, что и для чего применяется. Амнибус это еще одна игра, модель игры, это всеобщая игра, в которую вовлечены все участники группы, назначаются роли, либо даются задания и функции, либо все вместе. И роли с прописанными задачами и функциями либо может быть по-разному в зависимости от того, какой из амнибусов мы реализуем. И задача этой модели активизация группы, отработка техник, алгоритмов или их прояснения, насколько хорошо ими владеют. Важные условия здесь нет зрителей, участвуют все, играют все. И амнибус может быть либо реалистический, либо амнибус сюр. Что это значит? Амнибус сюр, принимаем на себя определенные роли, например, пишущая машинка, мы играем роль отдельной клавиши пишущей машинки, или самурай, дракон, принцесса, такая разминка, но опять же мы принимаем на себя не присущие нам роли. А в реалистическом амнибусе мы остаемся сами собой. Ситуации в этом случае роли не прописываются, в этом случае прописываются ситуации, сценарии игры и прописываются задачи, ход действия, выполнения. Опять же, если это реалистический сюр с строго прописанным структурированным сценарием, может быть реалистический сюр, или реалистический амнибус, или сюр амнибус с гипотетическим Например, описывается только ситуация, вот как у нас остров Робинзона, в который попадают участники, есть определенные задачи, а вот дальше либо мы прописываем сценарий, что нужно делать, либо мы их оставляем там и смотрим на реакцию. Но чаще всего это проводится при выработке каких-то компетенций, коммуникативных компетенций, посмотреть, как люди будут действовать в разных ситуациях, как они поступают и так далее. Тогда используется гипотетический сценарий, то есть до конца мы его не прописываем, честно говоря, мы не всегда знаем, как поведут себя участники по ходу этой игры. Но какие-то действия, основные, ключевые моменты, они все равно даже и в этом случае, в гипотетическом сценарии, они прописываются. Следующий вариант – это командное задание, командные игры и задания. Назначение, разделение участников на команды, назначение заданий, задача, опять же, активизация, самореализация, творчество, соревнования, внимание, активность и так далее. Командная работа вообще может быть использована при решении любой задачи, которую мы перед собой ставим. Например, работа над кейсами, заданиями в подгруппах, с последующим объединением в группы для презентации и обсуждений. В группах более 15 человек очень желательно делить их на подгруппы с тем, чтобы менее активные участники у нас не выпадали. Когда 5, 6, 7 человек, они еще работают активно, все, как говорится, на виду, то чем больше команда, больше количества участников в команде, тем чаще появляются те, кто... Вроде бы я в команде, вы там мою фамилию подпишите, но я пока посижу, поиграю в смартфоне. Либо отпадает. Причины могут быть разные, и за счет... Тут надо разбираться, почему участник выпал, но иногда есть такая тенденция, чем больше группа, тем и есть шанс отстраниться, человек отстранится. Хотя в группе меньшего количества он спокойно, активно достаточно работает. И если идет большая командная игра, лучше всего проводить ротацию участников группы. По разному это можно делать. Менять участниками группы, участников в группах, это тоже очень так оживляет работу и привносит какую-то новую струю в их деятельность. Какие здесь могут быть подвиды? Командная работа, может быть, в виде театра. Это подготовленные заранее, отрепетированные, может быть, даже командами, инсценировки, представления, выступления в группе. Например, с социальными работниками, вернее, со студентами, которые учились на социальных работниках, мы проводили такой театр, делали ситуации, встречи с подопечными, с клиентами. Разные клиенты, разные техники, и каждая такая команда небольшая, там были команды по 4, по-моему, человека, да, по 4 человека. Вот они отрабатывали свою ситуацию, репетировали, как это пройдет, как это будет. Причем роли были и у подопечного, или у клиента, человека, обращающегося в службу, и у социального работника. И потом они эти инсценировки представляли в группе. Остальные должны были понять, какие техники применялись, с какими типами мы имели дело, да, типами характеров, типами клиентов, и дать обратную связь. Ну и насколько хорошо получилось, не получилось. Там были действительно потрясающие вещи, от пантомимы до музыкальных номеров ребята делали. Это уже было их полное творчество. Но самое главное, была такая большая вовлеченность, но потребовалось время на подготовку. Это инсценировки, демонстрации, небольшие репетиции, и, конечно, это по времени заняло где-то у нас почти пару. Сначала подготовить, отрепетировать, а потом показать. Можно давать подготовку на дом, но, опять же, смогут ли они собираться вместе. Здесь можно применять технику аквариума, чтобы не скучали те, кто не выступает. Очень хорошо работает, когда аквариум у нас активный. Остальные, кто смотрит и наблюдает, фиксируют информацию, фиксируют свои наблюдения, какие техники применялись, каков результат, что получилось, почему, и в дальнейшем это дает вот такой материал для обсуждения. И, возможно, даже повторение какого-то материала. Акция – это ролевые игры. Вот здесь используются гипотетические сценарии участников. Команда разрабатывает некоторый сюжет ролевого взаимодействия, в котором будет участвовать другая команда. Но участвовать спонтанно, без предварительного обсуждения условий, действий и техник. Возможно, только предположительное какое-то планирование или прогнозирование действий другой команды. Методическое назначение таких игр – это дать пережить собственный опыт участникам по использованию определенных, например, техник или алгоритмов, или действий. Ну, например, вступление в контакт, использование вербальных, невербальных сигналов коммуникации, и установление рапорта в ситуации собеседования, когда несколько человек выступают как бы из роли работодателей, и один человек из другой группы играет роль проходящего собеседования кандидата. И здесь, возможно, можно задать два способа поведения участников. Вот это в условиях важно сразу определить и поставить. Либо мы ведем себя как в жизни, либо мы специально применяем какие-то техники, например, техники отказа, манипуляции и других техник. Могут работодатели, например, можно им поставить заранее задачу, что они будут специально сопротивляться, или, например, проходящему собеседованию поставить задачу, что он будет пытаться применить техники манипуляции. Другая команда об этом знать не будет. Для нее это будет полная неожиданность. И вот за счет этого можно посмотреть, насколько мы усвоили пройденный материал, либо насколько мы владеем этими техниками, если мы ставим эту игру до изучения, например, этих техник. Можно так сделать тоже, да. Еще один вариант. Да, и театр и акция – это командная работа в процессе подготовки, разработка сценария, межкомандное взаимодействие во время игры. И при этом одна команда является как бы мишенью для действий другой команды. Ну и во избежание напряженности здесь еще хорошо применять такой прием карусельки, когда мы передаем, например, часть подготовленного материала другой команде, либо участники переходят. Сначала он прошел собеседование в одной команде, потом он прошел собеседование в другой команде, потом он прошел собеседование в третьей команде, и как бы прошел по карусельке, да, попробовал разных работодателей, есть чем сравнить, и можно делать какие-то выводы. Это немножко так разнообразит этот вариант игры. Ярмарка – это продажа группой участников, команды участников, своих идей, решений, техник, способов, презентации и так далее, всем остальным. Остальные играют роль покупателей, можно раздать стикеры в виде таких аналога денег, да, чьего выступление больше понравилось, чей товар больше понравился, тому стикер, кто больше набрал, тот убедил. Ну, то здесь вот так вот можно это обыгрывать. Хорошо работает там, где, опять же, при подготовке, например, к тем же защитам диссертации мы же продаем, да, в кавычках, но продаем свои идеи, свои разработки, свою ВКР. У нас есть группа покупателей, члены аттестационной комиссии. Вот при подготовке, при тренировке, мы такие тренировки проводили со студентами, еще даже раньше, перед защитой курсовых работ, они очень хорошо работают, более спокойно и подготовлено человек подходит к этому испытанию. Еще один вариант – это поединок. Игра двух команд, друг против друга. Поединок команд, ну, здесь, да, здесь, как в футболе, как в командных видах спорта идет, в разминках это часто используется, либо в подводках. И следующий, следующая модель, следующая модель – это триада. Триада тоже может выглядеть и применяться в двух, например, разновидностях – контролер или наблюдатель. Контролер, отличие, контролер при выполнении задания двумя участниками, например, по алгоритму, правилам, соблюдения которых этот третий и контролирует. Например, у нас есть такая игра, как алгоритм жестко-гибкого планирования дня, и здесь мы задействуем контролера из другой команды. Участники выполняют задания, они идут, есть алгоритм планирования, они его используют для того, чтобы помочь менеджеру спланировать свой день. А контролер из другой команды, он наблюдает, он включенный наблюдатель, он смотрит за ходом выполнения задания, и он может подсказывать, кстати, он может помогать, он может направлять, если увидит, что участники сбиваются, но при этом еще учитывает ошибки и ведет вот такое наблюдение, такой контроль за ходом исполнения задачи, задания. Может быть и наблюдатель. Отличие наблюдателя – он не вмешивается, он только наблюдает, что происходит. Туда идем, не туда идем, хочется подсказать, молчим, как рыбка. Но при этом он может фиксировать, что происходит в команде для последующего обсуждения. Здесь наблюдатели могут действовать самостоятельно, но хорошо, если им преподаватель, ведущий, учитель дает определенное задание, которое другие команды, например, не знают, не слышат определенной рекомендации, рекомендации, зачем наблюдать. Он может наблюдать, например, ну вот если занятие по тайм-менеджменту, у нас проблема с тем, что мы не укладываемся во время, он, например, должен наблюдать не за тем, что и как делают участники, вот по сути, выполнения задания, а за тем, как они работают и где они теряют время. Были ли у них такие потери времени, где спрятались их ранофаги. Он наблюдает совсем за другим, о чем могут думать участники команды. И пары. Здесь тоже может быть, работа в парах тоже может быть двух видов баттл. Игра двух участников, друг против друга, такое единоборство с взаимным применением техник. Например, ведется диспут, один применяет аргументы, другой контраргументы, и вот идет такой баттл между ними. Или, например, как у нас есть такая игра «Отказ и просьба». Формулы, после того, как мы изучили модели, какие мы применяем, пытаясь отказать в разных ситуациях, после этого мы смотрим две формулы. Формула идеального отказа и формула идеальной просьбы. Ну, идеальной, конечно, в кавычках. Но, тем не менее, есть правила, которые помогают нам более эффективно действовать в ситуациях отказа или просьбы. А вот дальше мы запускаем вот такой баттл. Два участника выходят. Один о чем-то спрашивает, другой ему должен отказать. Причем они должны использовать вот эти две формулы идеальной просьбы, идеального отказа. А остальные участники уже оценивают, насколько кто выиграл в этом баттле. И он проходит очень быстро. Буквально три минуты на, максимум три минуты на такую работу в паре, на такой спарринг. И потом меняется следующая пара, следующая пара. Проходит очень быстро и очень здорово получается. Может быть еще такой вариант, как теннис. Один играет роль, то есть дает подачу. Второй применяет на эту подачу какую-то определенную технику. Тоже вроде бы диалог, тоже такая парная работа, но немножко по-другому. Например, идет, разыгрывается какой-то диалог. Один, например, манипулятор или тролль, или такой ярый сопротивленец всему на свете. Он делает подачу, делает такой вброс. Тролль оставил комментарий. Второй применяет технику, одну из техник противодействия. Как на это ответить? Первый опять применяет какой-то прием. И вот так вот дальше у них идет такой небольшой ком. Когда остановить, когда прекратить игру, здесь уже смотрим, либо это может быть прописано в правилах, например, не больше трех подач, либо таких трех итераций или пяти итераций, либо мы уже сами по ходу понимаем, что сейчас мы пойдем уже по второму кругу, здесь останавливаем, и дальше можно уже переходить к обсуждению. Можно делать в формате аквариума, то есть двое играют в такой теннис остальные зрители, а можно делать, и каждый играет, разделить всех на пары, и это происходит. Можно и на тройке можно включить наблюдателя. Кстати, роль наблюдателя иногда даже за командной работой можно поручать тому самому сопротивленцу или отказнику, который садится, говорит, а я не буду играть, что за детский сад, какие игры, мы тут серьезно делаем, занимаемся, отлично, будете мне помогать, будете экспертом в опросе проведения, и включать, он тоже будет включен в игру, но немножко в другую, он будет наблюдателем. И вот это, кстати, очень хорошее, вот то, что я вам о книжках говорила, «Барьеры блокады и кризисов тренинга» у Клауса Фопеля, там об этом тоже, кстати, написано, и вот в тренинге, в технологии ведения тренинга, самая первая книга, там тоже об этом он говорит, что можно включать в работу даже таких вот отказывающихся играть, ему не нравится играть, они сами потом втягиваются в игру. Но вот для начала, ну как же я такой солидный, я пришел учиться в колледж, это вот прям реальная ситуация, которая у меня была, я просто взяла человека и сказала, «Окей, ты не будешь играть, они будут играть там в ежиков и шишку, а вы будете помогать мне выполнять очень важное задание, потому что за таким количеством людей я просто физически не услежу. Сможете мне помочь?» «Да, ну это я могу». Все, через 20 минут он сам уже включился в игр, говорит, нет, там интереснее, чем быть наблюдателем. И взаимотерапия, ну, конечно, в кавычках беру, потому что мы говорим не о психологическом тренинге, если психологический тренинг, то да, здесь без кавычек, а так это применение техник малого разговора, то есть в паре, разговор на заданную тему между двумя участниками. Причем разговор, которая тема, которая значима для обоих. И здесь, ну, вот такое позитивное воздействие может быть, потому что идет действительно такой спокойный, просто разговор, мы разговариваем о чем-то интересном для обоих, либо какая-то тема, которая нас обоих волнует. И это хороший способ, например, успокоить после бурной игры с большим количеством физических активностей, немножко привести в порядок, немножко успокоить для того, чтобы мы дослушали теоретический материал до конца. Вот можно здесь, например, что общего было у всех участников нашей команды, когда мы работали над заданием или упражнением. Что между нами общего, какое у нас главное достижение, или самый большой провал, например. Очень часто вот такие игры, вот такой элемент применяется в начале работы, на этапе знакомства, когда мы вот таким образом знакомимся. Лучше здесь ставить, конечно, не про провал, не про какие-то неудачи, а про достижения, про что общее, что нас объединяет, что мы любим, что мы может быть, что у нас есть общего, чем мы различаемся. Вот это очень хорошо работает и на знакомство, и на такое создание благожелательной атмосферы. Вот такие модели у нас существуют. Ну и индивидуальная работа – это индивидуальные проектные задания, когда каждый получает свой индивидуальный проект, например, провести наблюдение за собственным расходом своего времени там в течение двух дней. Это мы уже пополняем индивидуально. Кейсы могут решаться как в командном варианте, в парах, в тройках, и в том числе и индивидуальная работа тоже сюда же. Решение задач, домашние задания – это все может тоже быть и в командном формате, и в рамках индивидуальной работы. С индивидуальной работы лучше начинать групповые занятия, групповые какие-то активности с тем, чтобы группа потихонечку, постепенно втянулась от индивидуального к общественному действию. Ну, вот это вот такая небольшая хитрость, которую в тренингах очень часто тренеры применяют. Это на второй-третий день мы можем, если идет трехдневный тренинг, можно начинать его уже с какой-то командной работы. И то вначале все равно будет индивидуальная работа, например, такой сбор ожиданий. Или поделитесь, чем был полезен вам прошедший вчерашний день. Все равно это индивидуальная работа, мы собираем сведения от каждого. Хотя используем модель ракушка, но каждый дает нам обратную связь и после этого уже переходить к групповой работе, командной работе. И по основной тренирующей игре. Во-первых, у нас могут быть, ну, как вы уже почувствовали, а может быть и знали раньше, да, есть такие виды активностей, как задания упражнения и игры на знакомство с самопрезентацией. Могут быть ледоколы или разогревающие, поднимающие активность группы. Могут быть подводки к теме или большой игре. Это небольшое, короткое, буквально на несколько минут какое-то задание, упражнение или какая-то активность, которая задает следующую тему, подвела нас в игровой форме. У нас есть такое упражнение, например, красные горошины. Когда мы их два раза считаем, первый раз они разбросаны по слайду, сосчитать их за 4 секунды невозможно. Второй раз они сгруппированы, мы считаем буквально за полторы секунды. И вот эта вот такая небольшая подводка, буквально на пару минут, хорошо работает переход к новой теме, обзор задач. Вот видите, насколько важно, что мы сделали. А мы просто поменяли обзор, мы создали структуру, которая удобна для восприятия информации. И дальше пошла тема. И вот это вот коротенькое упражнение, оно очень здорово, кстати, работает, хотя минимальное, микроскопическое. Но вот эта вот фишка, это упражнение. Это небольшое упражнение. Это вот такая вот подводка. Основная тренирующая игра, это вот амнибусы чаще всего, либо командная работа, где мы отрабатываем навыки. Разминки, да, но и без них никуда. Лучше, чтобы они были привязаны к вашей теме. И могут быть еще у нас, у Фопеля есть в энергии паузы, игры, ритуалы, создающие ритуалы. Например, завершение каждого занятия, это какой-то вот определенная небольшая игра, такой ритуал. У нас был небольшой курс, буквально на четыре встречи. Но лучше можно оставить один и тот же, либо если он уже приелся, можно поменять на какую-то другую. Но здесь очень осторожно, все-таки ритуал есть и ритуал. И вот там мы с ребятами каждое занятие заканчивали. У нас было взвешивание полезности, как я провел сегодняшний день, насколько он был полезен. Вот у Фопеля эта игра тоже описана. Посмотрите в ритуалах. Вот это-то, закрываем глаза и на левую руку кладем все полезное, что мы сегодня узнали. На правую руку кладем все полезное, что мы узнали. И вот смотрим, если рука опускается вниз, значит, массу полезного мы сегодня получили. Вот смотрим, у кого вниз, у кого вверх, у кого осталось на том же уровне. Но обязательно из этого делай уже тренер, ведущий, учитель сам делает. Вывод, он должен быть позитивным, независимо от того, куда пошла рука. Если даже вот, ой, я сегодня мало чего-то узнал, но зато ты много чего закрепил, нового может быть и не очень много, но зато ты закрепил тот старый материал, который, а, да, это хорошо. То есть ее можно даже трансформировать, но вывод всегда обязательно должен быть позитивным. И по основной тренирующей игре, коллеги, последние буквально два слова. Можно проводить ее дважды. И очень хороший результат это дает. Вначале, например, для проверки знаний степени владения навыком. И в конце, уже после того, как мы узнали, ну, цикл колба, вспомнил, да, после того, как мы узнали нужную информацию, мы еще раз отрабатываем и закрепляем изученное. Это может быть та же самая игра, может быть слегка измененная, но чтобы не было повторов, одно и то же не очень интересно. Можно разделить и на два блока, и на две темы. Например, мы делаем большую игру по планированию, и там у нас есть задача расставить приоритеты. А тема приоритетов у нас идет следующая. И мы здесь расставляем приоритеты, но строго их не оцениваем, да, как мы их расставляли. А вот в следующей теме мы опять возвращаемся к этой игре и как бы ее доигровываем, да, дорабатываем уже с учетом новых полученных знаний и смотрим, а как же это повлияло на наш план дня, а что здесь изменилось. Вот таким образом можно такую пролонгированную задачу делать, и это очень здорово и хорошо работает. Даже к разным темам просто смотреть, если у вас изученное в этой теме, будет повторяться где-то дальше. Ну, вот можно вот так вот разнообразить. И, коллеги, в завершение про раба лампы. Знание вот этих моделей, способов генерации идей и источников, откуда их брать, и все это совмещенное вместе, оно позволяет нам действительно перестать быть таким рабом лампы. То есть не зависеть от презентации, не зависеть от тех даже раздаток рабочих программ дисциплины, фоссов. Вы знаете, в тематическом плане я, например, иногда делаю хитрую вещь в формах текущего контроля успеваемости, где мы прописываем, как мы какие компетенции, темы, какими заданиями проверяем, я иногда пишу деловая игра по теме такой-то, но не пишу ее название. Почему? Вот этим самым я позволяю. Или выполняем задание на анализ алгоритма, на алгоритм жестко-гибкого планирования. А у меня под этот алгоритм две игры, три задания и два упражнения. Упражнения и задания я могу скомбинировать и из них быстро скомпоновать игру. Это как бы отдельные части игры. Либо провести большую игру. И когда у меня вот так записано, ну, если это можно, конечно, сделать, у нас, по крайней мере, можно сделать, записано. Но в фонде оценочных средств все эти варианты, конечно, прописано. Прописано я не завешу от рабочей программы дисциплины. И я больше могу ориентироваться на ту ситуацию, на те возможности, которыми мы обладаем вот здесь и сейчас. Одна команда активна, с ней группа, с ней можно хорошо работать. Здесь мы проведем одну игру и два задания. В другой группе мы, дай бог, успеем два задания. А третий готов только к упражнениям. Разные по восприятию материала, но разные по уровню даже группы могут быть. И тогда я могу спокойно варьировать из вот этого фонда оценочных средств, выбирать то, что мне нужно, и применять здесь. Но если я напишу четко, что мы проводим деловую игру, алгоритм жестко-гибкого, день менеджера, все, я обязана ее провести, а у меня времени нет. А тут пришли проверяющие, а у них на руках мое РПД. Все. Называется «Кто попал». Поэтому смотрите, вот это вот знание моделей и возможность одно и то же задания под разные форматы адаптировать и иметь эти хотя бы наработки и заготовки, оно позволяет нам не попадать в такие сложные ситуации и быстро реагировать на те изменения, которые могут происходить непосредственно во время работы в группе. Ну не пошло какое-то задание, ну бывает такое, может быть это наша вина, а может быть в этой группе химия не совпала, не их это задание. Я быстро могу дать другое, которое пойдет. Поэтому вот те вещи, которые я вам сегодня показала, дала, да, они несколько теоретического, может быть, плана, но они необходимы для того, чтобы наработать вот этот навык и создание своих заданий, и использование своих игр и упражнений. И, коллеги, посмотрите еще в файлах. Я вам привела один пример игры. Это уже готовый сценарий. Очень она мне нравится. Посмотрите, возьмите. Очень хорошо идет в разных группах, на разных дисциплинах. Я его адаптируя, естественно, под целью и задачи использовала. Идет очень хорошо. Может быть и вам пригодится. Из открытых источников, поэтому авторских прав не нарушаю. Ну вот, коллеги, мы и добрались с вами сегодня до завершения нашей встречи. И еще раз, не забудьте забрать все материалы из вкладки файлы. Как это сделать, я вам сюда написала. Забирайте, это пригодится. И еще, коллеги, если кого-то интересует, у меня есть две замечательные совершенно игры. Одна по принципу «Три двери». Вот ссылка, которую я вам давала на сайт, на страничку с 25 идеями. Вот здесь, она тоже прописана, как «Три двери». У меня, правда, четыре двери, но это вот такой лабиринт, который мы проходим. Там короткий, всего из двух вопросов. Но иногда мы играем, делаем его побольше. И вторая игра – это воздушный шар. Командная тоже, командная игра. Команда против команды. Это может быть и в индивидуальном формате можно проводить как батл, да, под разные модели она подходит. Если кому-то будет интересно, вы мне напишите. Мои контакты здесь есть. Во-первых, присоединяйтесь в группу. Во-вторых, пишите на почту. Я вам покажу эти игры. Во-первых. Во-вторых, есть и шаблоны под них. Они делаются в PowerPoint. То есть уже готовые шаблоны, я вам могу тогда их дать. Ну, сначала просто они у меня не выложены. Если нужна будет ссылка, вы мне просто напишите. Или в группу, или на почту. Я тогда просто их выложу. И ссылку вам дам. Вы просто посмотрите. И кому нужно будет шаблоны, я вам тоже тогда пришлю. Ну вот, коллеги, на этом мы нашу сегодняшнюю встречу с вами завершаем. Всем большое спасибо, кто сегодня был с нами. Напоминаю про сертификаты. Они будут готовы минуты через 2-3, максимум 4 после завершения нашего вебинара. Ссылку на страницу выдачи я вам даю в чат, уже кинула. Но сами сертификаты появятся минуты через 3 после того, как. Ну и, коллеги, если... Да, запись вебинара будет на нашем видеоканале на YouTube. Наверное, через день-два она там появится. Сейчас я вам еще раз скину. Скину вот сюда в чат. Ссылку на канал. Ну и если у кого-то возникло желание научиться, используя все вот это, создавать свои игры, то же самое. Напишите мне на почту. Если будет там 10 и больше желающих, то тогда, может быть, в сентябре мы и проведем осенью, проведем такой небольшой мини-курс, где все это уже сами будете создавать, использовать, применять, играть и создавать свои собственные игры. Кстати, фокус-группа всегда бывает очень важна и нужна, когда мы что-то придумали, прежде чем выносить это на аудиторию. Сначала попробуйте на такой фокус-группе своих коллег поиграть, посмотреть, получить обратную связь. Иногда нам кажется, что мы сделали что-то гениальное, на самом деле там есть недочеты. Либо задание неконкретно задано, либо сформулировано, либо ход неправильно прописан, не совсем корректно. Нам-то очевидно, а вот слушатели сидят и недоумевают, а что делать-то, мы так и не поняли. И вот это очень важно. Вот это обязательно будет на курсе. Мы будем просто смотреть и учиться, давать обратную связь и замечать, и, соответственно, пополнять, взаимопополнять копилки инструментов друг друга. Ну и свои разработки тоже, конечно, покажу, посмотрим, поиграем и все, что надо, все дадим, все на практике отработаем. Поэтому, если интересно поработать в таком формате, хотелось бы такой курс, вы мне на почту напишите, адрес на слайде есть. Давайте я на всякий случай еще сюда напишу. Напишу в чат. Вот адрес почты. Можно написать туда, лишь бы время найти. Оксана, это будет у нас в формате и, скажем, онлайна и синхронном, и асинхронном, поэтому время можно будет найти. Ну и потом мы сделаем небольшой такой курс, чтобы можно было именно потренироваться на практике. Теории минимум основной будет создавать и делать. Поэтому, если нужно, на почту просто пишите, и если группа наберется, то к осени мы уже этот курс сделаем и запустим. Вот. Ну вот, коллеги, на этом у меня вроде бы и все. Всем желаю хорошего настроения. Не забудьте забрать все материалы из вкладки, файлы, которые там есть для скачивания. Забирайте все. Если будут какие-то вопросы, обязательно пишите. Всем, как у нас в начале занятия, кто у нас сказал сейчас, не помню. Радости всем. Хорошего настроения, крепкого здоровья. Пожалуйста, берегите себя, своих близких. Будьте осторожны. И до новых встреч на вебинарах Директ Академии. Всем счастливо, всем удачи и до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok